Дорогие братья и сестры, хотел с вами поделиться сегодня, прочитать от Иоанна, и много мест можно говорить, упоминать, что и так, простите, что и точно. Но то, что у меня открыто здесь, текст от Иоанна, 8 глава, с 30 по 34 стих. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус, уверовавшим в него и в идея, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истинно сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы с имя Аврамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» И Иисус отвечал им, «Истинно говорю, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Это была 8 глава от Иоанна, 8 глава, с 30 по 34 стих. Это очень известный контекст, маленький контекст, то, что все мы можем цитировать, и не знаем, по крайней мере слышали, то, что познайте истину и сделайте нас свободными. Значит, здесь очень ясно и понятно пишется, что познать истину – это познать истину, и истинно сделает нас свободными. Очень понятно написано. Что это значит и от чего свободным сделать, там тоже написано то, что речь идет о грехе. Христос говорит, «Если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Как можно быть истинным учеником, это если пребывать в Слове Иисуса Христа? В другом месте, если что-то говорит, 14 стих, 14 глава от Иоанна, может 22 стих, может 20, не помню. Там он говорит, «Если вы любите меня, соблюдите Слово Моем». «И отец мой возлюбит вас, и я возлюблю вас, и приду к вам или вам явлюсь». Я сейчас так примерно цитирую, я не помню, не помню. Там тоже самое суть, то, что если соблюдете Слово Моем, то отец мой возлюбит вас, и я возлюблю вас. Вот в этот процесс идет, да? Так здесь примерно так же то, что у кого есть, кто такой есть ученик, кто, который пребывает в учении Иисуса Христа, в Слове его. И тогда, когда он будет пребывать, изучать, вникать, он познает песню и сделает его свободами. У нас нынче очень много учеников, ой, учеников, очень много уверовавших, здесь речь идет о каких-то уверовавших людей, которые, когда он говорил, он очень разговаривал, контекст веры идет, о чем они разговаривали. И когда он говорил им, многие уверовали в него, в людей. Во что они уверовали, то, что он сын Марии, то, что он сын Божий, я не знаю, что вера была наше чего. Мы просто на месторах уверовали в него. Это то, что он Мессия. И все-таки может уверовать в чем. Если пребудет в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. То есть он даже в этих уверовавших старается, какая-то, как раз сеть, а место за стол. Вот он, то есть, в любом учениках, вы истинные ученики. И потом дальше, если ты ученик, то ты учишься, ты познаешь Иисусу. Иисусу на земле отхода в Амгрика. Это очень важно. Значит, освобождение Амгрика. Это реально, это возможно. Господь, который призывает, он сам сказал, написано в Матве, первая глава, может 18 стих, кто, что пришедет, пришел, может быть 18 стих, пришедет, пришел, чтобы спасти людей своих от грехов и их. Очень важно, чему, кого мы служим, что мы считаем. Вообще, когда в нас информация заходит, какая она информация, откуда источник. И поэтому, Павел призывает, не слушая интернет, не слушая всех остальных, прежде всего, выникай в себя и в учении, занимайся с ним постоянно. Вникая в себя, ученик занимайся с ним постоянно, развозьешь себя и слушающим тебя. Это один. Это как будто гарантированно. То есть, ученик должен вникать. И чем ученик отличается от неученика, ученик, у него есть учитель. Он последует какому-то учению, и он ищет, он вникает, он учится. И в процессе учения, вникания, и искания, он находит истину. И это истину. Для него, для него, как для того, человека в притче. Он пошел, искал, копал, хотя он не искал ничего, просто копал, потому что, что в поле копал, и нашел сокровище, нашел золото. И он это все закапывает, идет домой и продает все, что все своими не продает. Идет обратно, покупает все это поле для того, чтобы приобрести это сокровище. Но он что-то делал. То есть ученик, когда он копается, 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 и он понимает, что такое истинное. Он готов все отдать, и он отдает все, и он становится свободным. Он уже не становится рабом греха, он становится свободным Бога. Слава Богу, то, что это и есть возможность, Господь предоставил всю возможность, путь для всех желающих, для всех, которые слушают совесть свою, прежде всего, которые заботятся, чтобы иметь чистую совесть, и которые не могут смириться со своей, как это, неудачей, не сложившейся, не со сложившейся христианством. Они не могут с этим смириться, они все равно сдаются, они все равно ищут, они ищут, слушают других проповедников, стараются искать, все такое. Но я пока, я понимаю, что эти люди, они должны решить в себе, что все-таки, во-первых, прочитать Евангелие заново, сначала, и быть честным с тем, что написано. Очень ясно везде призывается к тому, чтобы человек, Божий человек был совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Написано, вы царственное священство, народ взят его в дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Он говорит, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий в горе, не можете, кто ставит свечу под кровать. Свеча, когда ставится, он ставится на поверхность. То есть, человек, он не может укрыться. И единственное, как он может светить, это если иметь в себе свет. есть ли, он говорит, если свет, который у вас тьма, то какова же тьма? Почему? Мы не можем отражать совершенство призвавшего нас, возвещать совершенство призвавшего нас. О, Бог совершен, Бог совершен, Бог совершен, Бог совершен. Окей, хорошо, ты будешь прав... What's the point? Это равносильно тому, что судья сказал, вор провозглашает о справедливости судей, в то же самом время не соглашаясь с вердиктом судей, что он вор. Бог сказал, что ты грешник, а ты скажешь, Бог справедлив, Бог справедлив, он совершен, он совершен. Ну и что, что он совершен? Ну и что, что он справедлив? Ты же-то грешник, ничего нечистого туда не войдет, совесть же мучает, совесть не дает покоя, потому что совесть это Божий агент в нас. Он таким образом сделан, что ее нельзя подкупить, совесть нереально подкупить, ее можно просто угасить. Можно человек может просто перестать слушать свою совесть, и оно перестанет свидетельствовать, не перестанет, то он перестанет просто слушать свидетельство на истину. И чаще всего с такими людьми бывает, которые доходят до какой-то определенной ручки, они с ними происходят, как написано Римля на первой главе, но как они, познав Бога, не проставили Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих и оморочивались несмысленно на их сердце, то и Бог предал их превратному уму делать всякое непотребство так, что они делают всякое непотребство с ненасытимостью и других одобряют. И вся суть в том, как они не заботились иметь Бога в разуме. Когда человек не заботится иметь Бога в разуме, он начинает, перестает слушать свою совесть, он перестает слушать это напоминание через совесть, душ, что одежду через совесть. Итак, если мы хотим быть совершенными или, по крайней мере, понять, что это такое, нам нужно сначала просто слушать свою совесть. Он нам никогда не соврет, он нас никогда не обманет, потому что совесть – это частичка Бога в нас. Он всегда призывает к святости, к совершенству, призывает быть непорочным во всяком деле. Да и у нас самих желание есть всегда быть во всем, во всем правильным быть. Пускай это будет как-то, может, эгоистично, первично, или первенство, переставление какой-то духа. Ну, дело не в этом. Суть в самом том, что нам всегда хочется быть perfect во всем. Когда у нас что-то не получается, как мы хотели, мы разочарованы. Нам это не нравится, мы хотим во всем быть хорошим. Это потому, что наш Бог, наш Создатель, наш Творец такой, и Он дал нам власть и силу быть такими. Но эту власть и силу, если можно так сказать мягко, то нужно заработать. Спасение не зарабатывается, спасение дается. Ну, все остальное как будто зарабатывается. Хотя я использую это слово, но потому что другое слово не знаю использовать. В общем, играйте, вникайте в себя, в учения, занимайтесь им постоянно. Это очень важно. Я уверен, что Бог вам откроет точно то же самое, что можно жить без гречной жизнью. Я опять использую эту без гречной жизнь, я имею в виду совершенство, быть непорочным во всех отношениях, быть как Иисус Христос. Довольно для ученика быть как учитель. Довольно для раба быть как господин. Больше ему ничего не нужно. Я хочу быть как учитель Иисус Христос. И он говорит, и вы больше дел сотворите, нежели я. И когда он говорил, я не думал, что он говорил только исключительно для учеников своих, или апостолов, 12 апостолов, которые он избрал, хотя 11, потом 12 и Павел. Он так говорил нам, мы можем больше сделать, чем Христос. Я так, по крайней мере, сейчас принимаю. Можно жить совершенно? Можно. Можно пойти в небо несовершенным и нереальным. Ничего нечистого туда не войдет. О, мы уже очищены кровью Су Христа. Если очищены кровью Су Христа, почему грешим? Если мы умерли до греха, как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что тела ваших, суть, храм, тела ваших, храм Бога, храм Духа Божьего? Это не… Кто разрушает храм, того покарает Господь. И в основном все грехи… Окей, грех один, все проявления греха, они всегда действуют на наш… Даже на вот эту храмину, вот, физическую, всегда. Если это не физический грех, то это, значит, духовный, либо просто в уме. Он все равно делает стресс, он все равно что-то создает в нашем теле. И как бы так, мы не можем оправдать никакой грех, никакое правление греха. Мы не должны оправдывать. Это как минимум. А как по справедливости совесть нас призывает быть совершенными. Во всем быть просто совершенными. И совершенство – это не значит, что быть как Бог. В смысле быть всемогущим, везесущим. Не в этом совершенство. Совершенство – это в другом вообще. Чтобы быть… Бог совершен в своих атрибутах. Он совершен. Он хочет, чтобы я, Коля Иванов, был совершен в своих атрибутах, как он мне сотворил. Он меня сотворил для добрых дел. Для определенной у меня есть свой лист, свой schedule. Или по-другому сказать, to do list по-английски. Что я должен делать на этой земле. И каким я должен быть. И все. Нужно узнать, каким я должен быть. Что я должен сделать на этой земле. Совершенство в этом будет. Если это исполняю, то я совершен. Если нет – несовершен. И если мы будем искать этого, чтобы познавать волю Божью, у нас не будет время просто грешить. Я думаю, одну минуту мы хотя бы можем согрешить. Нереально грешить. Нереально не грешить. Мы все согрешаем. Написано то, что все мы много согрешаем. Стик цитирует, а где написано – даже не знает. Услышали звон, а не знает, где он. О, бедный я человек! Кто избавит меня из всего тела смерти? Ибо мое тело продано греху. Я буду всегда грешить. Того, чего я хочу делать доброго, я не делаю. У меня не получается. А того, чего не хочу делать, то мне предстоит, то я делаю. Видите, даже Павел это говорил. И что вы от меня требуете? Что ты от меня требуешь, Коля? Почему? Что ты меня призываешь к совершенству? Что ты не помнишь, как Давид согрешил с Версавией? Все равно Бог его любил. Не помнишь, как он убил Урию? Все равно Бог его любил. Ты не помнишь Авраама, как он обманул нашей сестры, нашей жены и сестры, как он лгавил? Бог его все равно любил. Ты разве не помнишь всех остальных других, которые согрешали? Петр, который лицемерил. Он, но он апостол. Для чего приносить извинения? Ваша совесть же вас осуждает, что вы приносите вот эти извинения. Я не понимаю, когда люди вот это делают. Лучше просто сказать, вы прав. Даже если это говорит неверующий человек, тем более брат, но если даже неверующий человек и скажет, она обретит, Коля, что написано? Не воруй. Да, что ты такой, что ты мне скажешь? Я верующий, Христос, я царственное свещество, могу делать, что хочу, я царь. Что ты мне говоришь? Ты смирись перед человеком, скажи прости. Ты прав, ты прав. Я каюсь, больше так делать не буду. А тем более брат, если подходит и говорит, Коля, ну не должно так сему быть. Не может из одного источника идти горькая и сладкая вода. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не знаю что-то такое. У меня всегда были сомнения на счёт моего спасения. Насчёт оправдания, насчёт прощения. Когда я просил, когда я просил прощения и, допустим, у Бога что-то, я всегда был недоволен, как будто Бог меня не долюбил, как будто Он не услышал меня, Он не простил. И много чего другое. Это всё было потому, что я был во тьме. Потому что я не выходил в свет. А не потому, что я не хотел в свет, я вообще не знал. Потому что меня обманули. Сказали, ты живёшь во свете. Мне сказали, ты крещение принял, теперь ты во свете. У тебя переживание есть, что ты не спасён, ты во свете живёшь. Я жил во сьме, и они назвали это свет. Естественно, как мне можно найти свет, когда мне сказали белое как чёрное, а чёрное – белое. Я действительно искал, я часто приходил, исповедовался по старям, спрашивал. Я не боялся, мне не было стыдно идти и кому-то рассказывать свои грехи, рассказывать свои даже желания. Просто исповедоваться, потому что я уже по-другому не понимал, как очищаться от всего этого. Желание всегда было быть чистым, быть супер христианином во всех отношениях. Но я не знал, как этого очищаться, как этого освобождаться. И потом не скрывал, и шёл, исповедовался. И потом понял, что это всё никакого смысла не имеет. Всё возвращается в свои круги, ничего не помогает. Всё это бесполезно. Но для меня лично было. И потом я начал понимать, что меня обманули. Не может не специально, но я обманул. Я что-то не знаю. Я помню, когда я молился. Господи, глаза мои открой. Я перестал молиться в своей форексерской молитве, когда я говорил то, что я начал допустить свою молитву. Господи, благодарю Тебя. И всегда, Господи, Господи, Господи. И однажды случилось так, что я перед едой опять на колени склонился и хотел попросить. Тогда я уже искал Бога. Тогда я понял, что что-то не то. Я перестал остальных слушать. Перестал кому-то что-то говорить про своих грехах. Исповедоваться во них. Потому что я понял, что всё, что во мне, это всё грех. Всё дерево сгнилое. И естественно, все плоды, а не мусор. Если дерево плохое, то все плоды плохи. Я раньше фокусировался на плодах. На делах плоти. А потом понял, что всё продано греху. Всё, всё... Saturated по-английски. Всё пропитано. Я перестал даже просить Бога прощения за те вещи, которые я творил. Я чувствовал. У меня было гнетение. Я просто перестал просить прощения. Потому что я понял, что Господи... Смысл просить прощения. Прости, что я вообще существую. Прости, что я... Не так, как я говорил, но прости, что я вообще... Весь за меня... Я весь в грехах. Всё, что я не делаю, всё воняет. И... У меня такое состояние уже начало появляться. И когда я молился... Я начал свою молитву Господи. И я застрял. У меня сразу в голове пришёл мой босс, на кого я работал на стройке. Я начал понимать, что такое Господь, когда я говорю Господи. Я же, когда работаю на этого человека 8 часов в день, он мне платит деньги за это. Все вот эти 8 часов я делаю только его волю. Он всегда доволен, когда я делаю его волю и по-емочнему. И даже если что-то не получается у меня, я сделал то, как он мне сказал. Всё. Моя совесть чиста. Ему больно, всё такое. Но моя совесть чиста. Я хожу перед ним с искренним сердцем. Я его не боюсь, потому что я сделал всё точности. Когда же я делаю не точно. Или начинаю самовольничать. Он мне сказал, Коля, забей здесь 2 гвоздя. У меня привычка была забивать вот там 4 гвоздя, чтобы всё было твёрдо, всё такое. А я же не думал, что это его деньги. Я его деньги трачу. И он на меня за это обижался. И когда он ловил меня, допустим, дома, я... Он же слышит, я стреляю. Па-па-па-па-па-па. Забил одну доску 4 гвоздя. Two nails! Кричит на меня. То есть, естественно, я не по его воле живу. И он на меня обижается. И он, естественно, уволить не может, не уволить, потому что он не нужен. Или я ему нужен. Но не было договора, не было понимания друг друга. Когда я начал, просто понял то, что, Коля, это не твоя работа. Тебе человек платит. Ты должен делать то, что он тебе говорит. Он платит за то, что он тебе говорит делать. И всё. Не как ты хочешь. Всё по-другому стало. У нас за полтора года он потом мне говорил то, что я тебя хотел просто уволить. Не мог терпеть тебя. Потому что ты такой, ну, всегда самовольничал. Всё такое. Но у него выбора не было. Потому что рабочих не было. А потом, когда я начал смирять себя, понимать, сразу зарплату поднял. Открылся. Я открылся. Друг друга начали понимать. Полюбили друг друга. Начали уважать. Всё другое. И в моей молитве, когда я молился, вот что я вспомнил. Вот это всё. Потому что Господь – это Господь. И я начал просить прощения. Прости меня, Иисус, что я тебя называю Господом. От того, чего ты мне делаешь, говоришь, что я не делаю. Прости. Я бегу. Я тебя не буду назвать больше Господом в молитве. Я буду молиться Господе. Молиться Боже, Бог Авраама и Исаака Якова. Или Бог Илохим. Или по-разному. Обращай себя во имя Иса Христа. Прости меня вот за это. Или вот открой меня вот это. И потом, когда я перестал назвать Его Господом, у меня молитва сократилась. Она сократилась в буквальных словах. Мне нужно было покушать. Боже, Бог Авраама, Исаака Якова. Я благодарю тебя. Я признаю, что это от тебя. Я благодарю, что ты мне дал здоровье за эту пищу. Благослови его во имя Иисуса Христа, Сына твоего. Аминь. А потом или в общем просто я встал. Сейчас я говорю Господи, потому что она вернулась. А тогда я очень строго наблюдал за собой. Боже, благодарю за эту пищу. Аминь. Нужно было идти спать. У меня нужды не было, потому что я перестал вообще что-то просить у Бога. Мне было все неинтересно. Я и работу хотел бросить. Я бросил работу. Все остальное мне было неинтересно. Не важно. Желания про женипу вообще пропали. Я начал искать Бога. И поэтому мои молитвы вообще были такие очень короткие. Боже, благослови это ночь. Сохрани меня во сне, чтобы я не грешил. Чтобы я во всем был совершен. Или такие. И потом моя молитва поменялась по-другому. Я начал просить. Господи, открой мои глаза. Открой мои глаза. Вот вся цель моей молитвы начала то, что оно все... То, что я говорил, что я думал, что я во свете ползачем и был во тьме. И потом моя молитва... Я сам не помню, как это было. Я просто начал просить. Боже, открой мои глаза. Я не понимаю, что происходит. Просто это... И всегда перед едой... Всегда моя молитва просто была. Открой мои глаза. Я не молился. Бывало, когда, допустим, что-то страшно. Я уже как маленький ребенок. Господи, помилуй. Я сейчас не знаю. По-разному. Но цель моей молитвы была всегда, открой мои глаза. И... Слава Богу Иисусу Христу, что Он услышал мою молитву и Он открыл мои глаза. Я теперь ответственный за то, что я увидел. Я увидел Его Царство. И я ответственный за это. Естественно, когда я вижу, что человек, он думает, что он нашел вход в Царство Божие. А он еще идет по широкому пути. Его так обманули. У него столько очков одели. Один за другим. Один за другим разного цвета. Что он потерял вкус. Он не может видеть правильные тона. И когда я это вижу, мне это... Мне раздражает не потому, что человек заблудился. А вся вот эта ересь и обман, насколько людей обманули, что... Что легко найти путь узкий. И ворота узкие. Очень легко найти их. Господи, помилуй Иисус Христос. Спасибо за Твою жертву. Аминь. И да, и нет. Я вот просто вспоминаю, как у меня это было. Что... Как я начал видеть путь совершенный. А мне сейчас звонят. И... Я не хочу поднимать. Окей. Я не буду поднимать. Я не знаю, как у вас. Во что... Вы верите. Края у вас так и на чего вы держитесь. Насчет... Совершенной жизни. Безгрешной. Но вы ее в Библии не сможете игнорировать. Я молю Господа, чтобы... Духом Своим Святым Он вас преследовал. Через людей. Через обстоятельства. Через... Разные времена. Как бы это бы не было. Чтобы Он вас привел к этому пониманию. Что это единственное... Единственный путь. Единственный вход. Единственный путь. Царство Божие. Силою берется. И употребляющие усилия восхищают Его. Здесь нужно употреблять усилия. Сидя сложа руки, мы в Царство Божие не войдем и не восхитим Его. Это не доктрина о том, чтобы зарабатывать свое спасение и ее не заработать. Но ты покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе веру мою из дел. Благословения вам, братья и сестры. Утяжайтесь с Господом. Все, что Он... Каким Он был, каким Он жил, на земле ходил, Он сказал, чтобы мы такими же были. Его цель, Его желание. И будем к этому стремиться. Аминь.